Предлоги времени at, on и in вызывают сложности у многих, так как они имеют одинаковый перевод – в. Поэтому их часто путают. По-русски мы говорим «я приду в 7 часов», «он приедет в сентябре», «я сделаю это в понедельник». А на английском предлоги в этих примерах будут разные. Чтобы легко понять, когда и какой предлог времени нам надо использовать в качестве в, мы воспользуемся вот таким треугольником. В самом небольшом куске этого треугольника у нас предлог at. Это значит, что мы используем at с самыми короткими промежутками времени, а именно, чтобы указывать на конкретное время суток. Мы говорим в 10, at 10, полночь, at midnight, 5 вечера, at 5 p.m. Например, я всегда просыпаюсь в 9. I always get up at 9. Следующий участок треугольника с предлогом on. И он побольше, потому что on мы используем с промежутками времени подлиннее, а именно с днями, причем как днями недели, так и датами. В понедельник, on Monday, 4 февраля, on February the 4th. Например, мой день рождения 10 января. My birthday is on January the 10th. У меня йога в пятницу. I have yoga on Friday. Если мы указываем частоту и говорим по каким-то дням, например, по пятницам, мы также используем on. У меня йога по пятницам. I have yoga on Fridays. Более того, даже если мы указываем часть дня, называя его при этом, например, в пятницу вечером, мы все равно используем on. Мы встретились в субботу вечером. И, наконец, самый большой участок треугольника отдан предлогу in. Его мы используем с промежутками времени от месяца и больше, то есть с временами года, годами, десятилетиями, тысячелетиями и так далее. В январе – in January, летом – in summer, в 2008 году – in 2008, в 70-е – in the 70s, в 20-м веке – in the 20th century. Например, мой день рождения в апреле. My birthday is in April. Мы не учимся летом. We don't study in summer. Я переехал сюда в 1995 году. Он был знаменит в 80-е. He was famous in the 80s. Как видите, такая визуализация помогает понять и запомнить общий принцип использования предлогов времени at, on и in. Тем не менее, есть несколько исключений из общего принципа или частных случаев, которые нужно просто запомнить. Во-первых, in, как предлог времени, имеет еще и значение через и за. Через три минуты – in three minutes, за два часа – in two hours. Например, мы будем готовы через пять минут. We'll be ready in five minutes. Во-вторых, in используется с частями суток. Просто запоминаем. В-третьих, at используется с праздниками, по крайней мере в британском английском. При этом, если мы добавляем слово day – день, мы уже используем on. On Christmas Day – в день Рождества. On New Year's Eve – в канун Нового года. И последний важный момент. Со словами this – этот, that – тот, last – прошлый, next – следующий, every – каждый, one – один, some – какой-то и any – какой-нибудь предлоги вообще не нужны. Например, в прошлом году last year – in добавлять не нужно. На этом все. Надеемся, что вам понравился урок и вы получили много полезной информации. Пока!